За последние 10 лет боевая классика превратилась из уличной шпаны, которая сжигает свои машины где ни попадя, в настоящую субкультуру, где их ценят, ухаживают и восстанавливают. В этом видео мы вспомним с чего все начиналось и вернемся в то время, когда по мнению многих, БК была настоящей. Вы на канале Савойским, меня зовут Гриша, погнали! На самом же деле у появления этой культуры нет какой-то определенной даты. Она зарождалась по всей России, где была молодежь, которая скидывалась по 2-3 тысячи рублей и покупала в соседней деревне Жигули, после чего наводила суету уже по всему району. Почему угонял? Не хотел штраф получить. Не получилось, не фортануло. Так как эти машины на заднем приводе, то в зимнее время на них можно было пораздавать боком, влететь в какой-нибудь столб, бросить ее где-нибудь или сжечь, а на следующий день опять скинуться с пацанами и купить новую. Количество такой молодежи и относительная доступность Жигулей была высокая по всей России, и было бы странно, если бы это не привело к чему-то большему. Собственно говоря, так и появилась культура под названием «боевая классика». Слово «боевая» означало отметины в виде царапин, ржавчины, вмятин и остальных внешних повреждений, полученных за счет времени и эксплуатации этого автомобиля. Слово «классика» означало по сути весь российский автопром на заднем приводе, в особенности вас от копейки и до семерки. Тонировку эти ребята не приветствуют. Как они сами говорят, красивым парням тонировка не нужна. Они не презирают другие машины, просто не могут позволить себе японскую или немецкую тачку и кайфуют от того, что есть. К тому же запчасти на Жиге стоят существенно меньше. И тут хочется сказать, что поначалу сходки таких ребят были, мягко говоря, трэшем и обычно заканчивались жертвоприношением одной из машин. Их разбивали, ломали, переворачивали, прыгали на них и, конечно, сжигали. В общем, их не жалели от слова «совсем». Но потом, постепенно, это начало отходить на второй план, так как появлялись люди, которые в своих гаражах начали самоделками тюнинговать машины. Они увеличивали выворот, меняли двигатель на шестнаре, заваривали редуктор, ставили гидропалки и все это делали своими руками. И в конечном итоге это позволяло дубасить боком намного увереннее, красивее и не только в зимнее время. Тогда люди начали понимать, что из обычных Жиг можно строить нефиговые корчи. Многие стали склоняться к этому. Переломным же моментом в культуре стало появление готовых решений для тюнинга подвески. Трубные рычаги от компании Турботема. Это стало настоящим трендом и ставил их каждый, у кого было хоть немного денег. После этого культура начала меняться. Все больше людей строило реста стиле, ухаживало, доводило внешку до идеала, строило по-настоящему хорошие гоночные проекты и презирало старый движняк. Да и со временем Жиги становились дороже и покупательская способность у школьников постепенно падала. Наверное, самым знаменательным днем для БК стала сходка на 200 тысяч Жигулей. Это было 15 апреля 2016 года на Ходынском бульваре. Наверись только суеты и шороху, после которого был настоящий информационный бум. Об этом даже говорили по новостям. В соцсетях сегодня эхо от большого шума, который был минувшей ночью в районе Ходынского бульвара в Москве. Любители уличных гонок устроили там соревнования. Шум двигателей в столь позднее время возмутил местных жителей. Поличной полиции этой ночью пришлось усмирять стритрейсеров. Они устроили съезд на Ходынском бульваре. Пока неизвестно, что привело к массовым беспорядкам. И это, кстати, дало нереальный буст культуре и сообществу ВКонтакте. Оно сейчас насчитывает 690 тысяч подписчиков. Ссылочку оставлю в описании. После этого события в культуру начали приходить новые люди и все больше менять направление. Привносили новые стили, такие как стенсы, GDM, флоу-райт. Я не буду сейчас перечислять все эти стили, потому что их достаточно много. И я уверен, что ты, дорогой друг, шаришь за стилевой тачкой. И у тебя есть чувство вкуса. Поэтому напиши в комментариях, какой стиль выбираешь ты. И, возможно, в дальнейших видосах я его разберу. Да, и не забудь подписаться на канал, потому что это поможет мне не только рассказывать о тачках, но и показывать их вам. Продолжаем. С каждым последующим годом старых движений становилось меньше. Но даже сейчас, в 2023 году, они где-то все еще есть. Да все на самом деле нормально с ней. Она не закончилась. Она также будет продолжать расти. Будут появляться новые стили. Крутые сходки. Но одно закончилось точно. Это тот самый трешовый вайп в самом начале. И для многих боевая классика превратилась из культуры, в которой все были против пафосных движений, в то, чем она является сейчас. А для других, культура началась именно с уважения, постройки вылизанных и доведенных до идеала классических машин. В любом случае, это движение объединяет тысячи людей, которые занимаются своим любимым делом. Здесь люди находят смысл и стиль жизни, знакомятся и делятся советами друг с другом. А если у тебя есть какой-то крутой проект из Жигулей, ты находишься в Питере, напиши мне ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. А если ты не из Питера, все равно пиши. Понравился видос? Ставь лайк. Если я что-то забыл рассказать или ты с чем-то не согласен, добро пожаловать в комментарии. На этом у меня все. Всем хорошего дня. Цените свои тачки. Занимайтесь любимым делом. С вами был Савоськин. Всем пока.